Классные колоды Байсикл Ну что ж, друзья, давайте присмотримся к этой позитивной колоде, а это, я должен заметить, самая позитивная колода, которая когда-либо ко мне в руки попадала. Посмотрим, что это такое. Когда первый раз я увидел эту колоду, я подумал, да ну нафиг, что-то женское походу, розовое, все какое-то девчачье. Ну, когда мне эта колода пришла, я ее посмотрел. Блин, она такая позитивная, что, если честно, не хочется выпускать ее из рук. Вообще, эта колода, это направление стрит-арта. Точнее, как направление стрит-арта. Есть такой испанский художник, он живет в Барселоне, его зовут Алекс Горда Хастау. Дело в том, что он любитель именно стрит-арта, по-нашему граффити. То есть, он любит рисовать на стенах, в домах там где-то и так далее. И вот этим вот художником был придуман такой персонаж, как розовый монстр, как жвачка, одноглазый. То есть, как раз вот этот вот монстр, он здесь вот на велосипеде и нарисован. Вот это он шпарит. Это как раз вот придумка вот этого художника. Вот. И, как бы, весь этот вот набор карт, да, вот эти байсикл стрит-арт, они полностью посвящены вот этому именно персонажу, вот этой вот жвачке розовой. Ну, ладно, сейчас давайте присмотримся к самой коробке. То есть, коробка, как я уже говорил, выполнена у нас в розовых цветах. Надпись Bicycle. Здесь изображение вот этого вот розового монстра. То же самое изображение, кстати, на пиковом тузе. Здесь у нас надпись Standard Goom, Standard Cool. Покрытие, как обычно, у Bicycle Air Cushion Finish. Надпись Made in USA, да, где же еще они могут быть сделаны. И здесь ссылка на сайт самого этого, ну, Алекса, да. Здесь написано Come to Chew. То есть, приходи пожевать, по-моему, переводится. Ну, здесь вот какие-то надписи, если честно, не переводил. И здесь вот изображены вот эти персонажи. Это, вот эти именно персонажи нарисованы на королях. Вот, то есть, посмотрите, какие они прикольные, позитивные и как они профессионально вообще нарисованы. Ну что же, давайте теперь откроем нашу коробку. Здесь, когда мы открываем, на нас смотрим глаза. Достанем наши карты. И присмотримся к ним получше. Итак, здесь первым делом идет рекламная карта самого Алекса, да. Здесь вот, где описано, что он художник, чем он занимается, где он работал. И здесь вот внизу ссылочка на его сайт. То есть, рекламная карта самого художника. Так что, если захотите заказать какие-нибудь офигенные рисунки, можете к нему обратиться. Итак, далее что у нас. Здесь такая карта, где нарисован вот этот тот сам монстр-жвачка. Сидит в таком колпаке, как у Джокеров, да. И написано, thanks to sharing. То есть, спасибо за жевание, примерно так переводится. И вот сразу давайте же посмотрим на рубашку. Смотрите, какая прикольная, позитивная рубашка. Здесь все так закручено, а в середине такой глаз нарисован. Здесь обалденно прорисованы тени, все контуры. Ну, в общем, видно, что работает профессионал. Кстати, когда Алекс работал над рубашкой, обратите внимание, вот такие вот эскизы он сначала набросал. То есть, было 4 варианта, и потом, как видите, он остановился на последнем. Над тем, где написано Bicycle. То есть, вот такая вот обалденная рубашечка у нас получилась. Очень-очень прикольный персонаж. Когда я, кстати, на него смотрю, мне всегда вспоминается это. Лила из сериалов, из мультиков от Урама. Там тоже одноглазая была. Итак, смотрим дальше. Вот такие вот у нас позитивные, прикольные джокеры. Нарисованы по-разному, должен заметить, да? То есть, часто бывает такое, что джокеры одинаковые, просто один из них гарантийный. Здесь нет. Здесь каждый джокер нарисован по-своему. Вот такие вот красавцы джокера у нас. Так, вот у вас такой вот пиковый туз. Да, кстати, хочу сказать, что здесь каждая карта прорисована самим художником. То есть, здесь изображения не только старших карт им были нарисованы, а изображения каждой карты. Двойки, тройки, четверки. То есть, он работал сам над каждой картой. Значит, эти карты с обычными индексами, да, там, с цифрами, они нестандартные, как в большинстве колод. Вот такой вот у нас туз-пик. Кстати, обратите внимание, вот вам эскизик, как этот туз-пик создавался. То есть, была взята пиковая мазь с велосипедом, потом перерисована чуть-чуть, добавлен этот розовый жвачка-монстр, и получился вот такой туз-пик. А вот таким вот образом, например, он рисовал крестовую даму. То есть, обратите внимание, как художник профессионально подходит, делает сначала наброски, а потом уже начинает окончательно доводить все, как бы, до ума. Да, хочу вам сразу сказать, что, ну, не знаю, конечно, как насчет всей Европы, но вот в Испании вот этот вот персонаж-жвачка довольно-таки популярный. Как я уже говорил, художник сначала рисовал его на стенах, на домах. То есть, например, вот посмотрите здесь. То есть, мы видим знакомого нам уже жвачку-монстра. Или вот здесь вот. То есть, видим, да? И постепенно этот персонаж, как он получился очень удачно, да? Этот персонаж начал набирать большую популярность, и сейчас с этим персонажем существуют даже чехлы для айфона, футболки, наклейки, значки, тетради, и даже некоторые варианты обоев. Вот настолько популярен там вот эта вот жвачка. Вот эта вот жвачка-монстр розовая. Ну что ж, давайте теперь, друзья мои, присмотримся к каждой карте. То есть, как я вам уже показывал, и так у нас выглядит пиковый туз. То есть, двоечка-пик, да? То есть, как мы видим, не везде он розовый, и в некоторых местах он синий. Ну, кругом вот эти вот жвачки-монстры изображены. То так они там лазают, то так, то висят где-то, то сидят, задумывались, то выглядывают, как здесь вот, да? Ну, очень позитивно, серьезно вам говорю. Не знаю, как вам, конечно, но мне очень нравится. Ну, так вот нарисован пиковый валет. Это пиковая дама у нас такая. Король. Ну, и бубновые масти прошли. Обратите внимание, здесь эта жвачка кувыркается по-разному. Ну, вот так вот у нас бубновый валет изображен. Дамочка. Король. Как Дэвид Джонс с щупальцами. Ну, и здесь вот крестовые масти у нас идут. В общем, друзья мои, если вам близок стиль вот этого стрит-арта, да, может быть, вы сами там граффити рисуете, то обязательно купите эту колоду. Я вот вас уверяю, вы не пожалеете. Ну, вот здесь вот этот монстрик сидит, задумывался. Так вот валет у нас изображен. Вот дама, которую я показывал, как рисуют. Король. Ну, и червовые масти. Покрытие Air Cushion Finish у этой колоды, как я говорил, то есть скольжение офигительное. Все вееры исполняются хорошо. Все скольжет прям замечательно. Также ленточки наши раскладываются изумительно. Нужно взять так, попереворачивать. В общем, друзья, карты классные. Если хотите больше позитива в свою жизнь, то я советую вам купить эти карты. Если вам близок дух стрит-арта, если вы сам художник или творческий человек, любите рисование, граффити и так далее, то тоже возьмите эти карты, вы не пожалеете. Это просто вот обалденно. Их надо просто взять в руки и подержать. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Как я говорил, ссылки на магазины, где вы можете купить эти карты, я оставлю в описании к видео. Ну, на сим все. Давайте прощаться. До встречи в следующих видео. Пока.